Майк Тайсон По активную карьеру боксер заработал 700 миллионов долларов. Крупная сумма, но, как оказалось, недостаточная для Тайсона, который в лучшие времена привык тратить по 400 тысяч долларов в месяц. Тайсон объявил о банкротстве в 2003 году, когда его долг перевалил за 23 миллиона. Памела Андерсон В 2008 году артистка находилась на грани банкротства. У звезды возник серьезный конфликт со строительной фирмой, которой она задолжала 3 миллиона за переделку своего особняка с пятью спальнями в Малибу. Андерсон даже не могла оплатить жалкие 1900 долларов за вывоз строительного мусора с территории особняка. Все это время Памела жила в трейлере неподалеку, но на вопросы о своем финансовом положении отвечала, что жить в вагончике ей просто нравится, а строительные дрязги – дело житейское. Крис Такер После «Пятого элемента», в котором Крис исполнил роль эксцентричного шоумена Руби Рода, актер подписал контракт на съемки в часе пика. Три части картины принесли ему славу и деньги. В 2006 году он стал самым высокооплачиваемым артистом с гонораром в 25 миллионов. Но в 2007 году Крис исчез с большого экрана. Тогда артист выступал в клубах в жанре стендап и даже думал выпустить фильм на основе своих номеров. А от предложения режиссеров вернуться в большой киноформат актер упорно отказывался. Такая избирательность сказалась на финансовом статусе звезды. Всего через три года, в 2010 году, на Такера подали в суд за неуплату налогов в размере 11,5 миллионов долларов. Линдси Лохан В 2013 году Лохан пришлось оставить свой дом в Беверли-Хиллз из-за неуплаты коммунальных услуг, стоимость которых в месяц составляла 6 тысяч долларов. Тогда актриса оказалась в долговой яме из-за судебных тяжб, оплаты адвоката и содержания в реабилитационном центре, к которому в итоге была приговорена за свои пьяные и наркотические выходки. Тогда же Лохан сделала попытку вернуться в кино, снявшись в айопике «Лис и Дик» и драме «Каньоны», но оба фильма, к сожалению, провалились в прокате. И это уж точно не мое. Кортни Лав Вдова лидера группы Нирвана Курта Кобейна Кортни Лав призналась, что за последние несколько лет спустила заработанной мужем 29 миллионов долларов. На что ушла такая весомая сумма, Кортни уточнять не стала. Однако отметила, что существенную часть денег пришлось отдать на урегулирование различных судебных исков. «Я потерял около 29 миллионов. Я знаю, многим людям хватило бы этих денег на всю жизнь. Но я уже большая девочка, и это рок-н-ролл. И это деньги Нирваны. Поэтому я должна перестать заботиться об этом», — заявила Кортни в августе 2014 года. 50 центов В 2015 году рэпер попросил признать себя банкротом, признавшись в долгах на сумму 50 миллионов долларов. Интересно, что годом ранее Форбс оценил состояние артистов в 150 миллионов. Но позже Полтинник признался, что его богатство — это иллюзия, и на самом деле на его счету только 4 миллиона. Брэндон Фрейзер В 2013 году звезда франшизы «Мумия» обратился в суд с просьбой понизить сумму алиментов, которые он с 2007 года выплачивал бывшей жене Эфтон Смит и своим троим сыновьям. Актер объяснил, что в последнее время у него не так много предложений в кино, а прибыльных и подавно. Поэтому ежегодная выплата в 900 тысяч долларов очень обременительна. Впрочем, бывшая супруга не поверила актеру и обвинила его в сокрытии доходов. Николас Кейдж С 1996 по 2011 год актер заработал 150 миллионов. С такими деньгами не грех жить на широкую ногу. Что Кейджи делал? Николас приобрел 15 домов, включая особняки, пляжные домики и даже дворец, личный остров за 7 миллионов, частный самолет за 30 миллионов, 4 яхты, 30 мотоциклов, 9 автомобилей класса люкс, включая Ламборджини, Роллс-Ройс и Феррари. А однажды на аукционе актер приобрел череп динозавра за 270 тысяч долларов, но это уже мелочи. Неудивительно, что с такими тратами счета Кейджи постепенно начали опустошаться. Финансовые трудности и долги заставили актера принимать любые предложения и сниматься в фильмах, которые обычно больше одного раза не смотрят. Например, плохой лейтенант, пипец, призрачный гонщик 2. Короче говоря, не самый удачный в последнее время роли Кейджа результат его сложного финансового положения. Дженнис Диккенсон В 2013 году ведьма Дженнис объявила о банкротстве и рассказала о долге в миллион долларов, половина из которого неуплаченные налоги. Распространенная ситуация среди звезд, которые поручают введение своих финансов нечистоплотным бухгалтерам. Также 61-летняя бывшая супермодель задолжала крупную сумму калифорнийским клиникам косметологии и пластической хирургии. А судя по фотографиям бывшей топ-модели, их было несметное количество. Субтитры создавал DimaTorzok